всем привет ребят ну что давно я уже не те сил героев не было времени и сегодня я решил вам затестить показать наконец-то доделать ты ковку с водушкой и протестировать ее показать какая же все-таки лучше рассказать плюсы и минусы чтобы уже конкретно понимали и на практике на подземке посмотрим какая же все-таки будет лучше вот персовываем я показал вам можете найти видосик недавно его делал и в принципе относительно она неплохая для бездонатного варианта вот у меня такая на сардельки смотрится очень неплохо конечно же исцеление имеет свои плюсы для многих локаций даем образы круче но стоит вопрос что лучше водушкой чем она лучше и где она лучше будет то есть такой вариант талантика тоже очень интересно для этого героя это изначально он был потом появилось исцеление и она стала более топовым посмотрите как здесь цепь из коробок надеюсь у нас на русском точно также будут давать призы с коробок будет падать и на сардельки мы что-то интересное тоже вытащим надеюсь это будет не исцеление потому что придется сливать восьмерку ну вот это неизбежно так окей поставим и вот так вот и таки а слил девятый талант до ребятушки до слил все как всегда все как обычно так ладно не будем задротствовать будет очень долго поехали ищем ищем воодушевление вот он ничего себе 12 штук всего как-то жалко стало так есть что дает исцеление она дает набор энергии раз в секунду то есть у вас герой и бьет не бьет у него идет постепенный набор и вот на восьмерки 33 энергии в секунду на девятки ребят добавляется очень приятный бонус особенно для тыковки 45 энергии и 40 процентов жизни это немало это очень немало вот посмотрите 40 процентов а тут от хилл и набор 130 процентов и вот у многих стоит вопрос что же лучше какая разница в этих талантах я вам так скажу этот этот талант будет для вас ибо плюсы исцеления когда вы на пвп локациях на разных фармах на подземках у вас есть отхилы и вы стартуете стыковки исцеления в разы круче потому что она быстрее заряжается и она будет более живучий но есть водушка которую тоже на девятку прокачать 40 процентов жизни это немало заряд плюс 45 тоже круто раз в секунду но там просто быстрее это получается за того что и атакуют больше плюс тут у вас даже если она не добежала до цели она будет заряжена за 2 секунды то есть 1 2 и она у вас уже заряжена в подземке в этом тоже есть плюсы она будет быстро разгонять ну поехали потестируем сейчас на локациях на локациях на подземке самое основное по сути где-то плюс-минус они одинаково разводят то есть особо ощутимой разницы вы не увидите но по универсальности для меня например исцеление намного круче так давайте поставим ангела вот смотрим ты ковка плюс 511 это жесть конечно 515 точнее вот первое у нас будет такой вот тест давайте нету даже пиромах 4 думаю черных и демоне не набил но ужасно целых 50 сил и ребятушки 50 сил и мы не вкачивали о май гад в общем вот это вот топовая сборка которую вы видите пиромах то есть вам этого будет хватать но я конечно же сейчас нафиг солью этого пиромага не нужен я выглядит что-то поставлю более такое интересное плюс одну клетку поставлю потом я верну его на архидемона такс отлично что нам интересно поехали начинаем с подземок давайте так где там-то подземелья уже по моему семерка если не ошибаюсь так вот тут вот тоже можно тестировать это у нас исцеление так надо смотрителя еще убрать да отлично смотрителя сейчас не должно у нас быть внутри но плюс-минус так раз-два-три-четыре-пять вы видели как быстро она зарядилась смотрим но это здесь конечно не тут тест но вы увидите дальше будет более подробно интересным я просто так смотрю как как быстро она заряжается вот воодушевление смотрим тоже принципе очень круто смотрится но есть немножко нюансы в этом плане она не отхиливается так и плюс нету такого набора но это незаметно будет на девятке на девятке этот ну даже на восьмерке там не особо заметно вот смотрите давайте еще раз внимательно смотрим раз зарядилась 2 3 4 5 6 6 если по секундам смотреть но это опять же это все рандом плюс-минус давайте возле него выкинем смотрим по секундам что у нас получается 54 секунды до 6 такого она делает неплохо а вдруг она будет круче а у меня тут еще и называется тестим ребята тестер блядь о ставим вот так вот делаем поехали тестировать обратно сначала я думаю что за фигня она уже заряженная выпускается так поехали стой так раз два три четыре пять шесть семь это 52 секунды у нас было хорошо второй вариант меняем это все давай вот так вот отлично стал так смотрим раз два три 4 5 6 7 8 9 видите разница вот именно на подземках ее атакуют и она дополнительно от этого очень классно заряжается очень классно давайте еще раз тест потом на разгоне этого незаметно будет но вот именно этих пару секунд во многих локациях у вас будут играть ключевую роль да тут 40 процентов жизни не спорю смотрим раз два три 4 5 6 7 8 8 9 53 секунд остается ну то есть где-то до 53 она успевает при том что ее там еще и вроде застанет меняем вариант обратно 40 процентов давай иди сюда вот смотрите стоит блин и смотрит кого-то мне он напоминает но он волосатый и тушеный хохолок есть так с гол старт вот смотрите нам раз два три четыре пять шесть семь видите по скорости заряжают то есть скорость и именно убийство она не дотягивает просто не дотягивает в центре даже будет ну вот и ты как киев свои плюсы я зовем тоже покажу их из 52 секунды еще раз возвращаемся на предыдущую блин ну крутой крутой герой даже с такой сборочкой 40 процентов жизни я вам скажу это немало но все-таки исцеление куча но если у вас есть возможность поставить в ладушку однозначно ставьте он тоже вроде и там плюс-минус но я считаю видите вот так опять же делаю выпустите зависит от этого сейчас вот именно я сейчас вам покажу почему почему там разницы поинтереснее тут заряд видно в разы что быстрее ведут то есть количество стаков теперь рассказываю на другой на примере другой подземки почему почему водушка скажем так некоторых случаях круче чем исцеление вот исцеление здесь она круто смотрится чем круто смотрится смотрите что у нас сейчас будет вот тыковка нам надо даже давайте даже поставим утекание с утеканием будет явно лучше для такого теста когда у вас герой бежит к зданию данном случае тыковка наша и к нему подбегает в большинстве случаев она не заряжена и надо еще ударить 1 2 раза чтобы учить свой баф в чем преимущество в ладошке в данном случае когда она бежит она уже заряжена у вас подбегает к зданию то есть в этом плюс во многих ситуациях вот сколько я бегал подземки мне скажем так тыковка очень много раз пакостила она не успевала разгонять вот тут исцеление дает максимальный там набор дает отхил да вот в таком каком-то прохождение она будет реально крутая потому что она будет и отхиливать тебя там мега круто плюс она будет наносить посмотрите она просто танчище там сколько я не знаю миллионов вылетает просто и так я думаю заметно вам что она делает и максимальный разгон тут партия заряжает но когда у вас не будет башен когда ее не будут атаковать ваше исцеление она ничего не будет вот посмотрите она бежит к зданию она может потерять баф но не в данном случае конечно потому что тут она и так разогнана она будет добегать но есть подземки где этого не хватает либо прокачка а вот в данном плане в ладушка будет круче герой подбегает и сразу же дает баф сейчас мы увидим пусть она бежит было уже явно видели в чем разница она будет назад возвращаться но тут конечно бешеный отхил как видите на таком разгоне она в любом случае будет очень быстро бежать но смотрите она бежит вот сейчас она будет бежать обратно вот видите потеряла разгон все она потерялась то есть баф спал то есть таком плане вот исцеление вот это его минус у нее нет все время заряда конечно вы можете сделать по-другому поставить воодушевление рунами исцеления талантом этого никто не запрещал но вот именно для без доната это просто нереально сделать там в топовой прокачки поэтому поехали тестить второй вариант вот такой вот вот этот вариант мне кажется даже круче будет для подземных да она не будет так ускорять быстро но у вас будет плюс это что она будет ускорять ваших героев намного лучше вот смотрите вот уже явно видно что уже уже ее застали ли все это уже не то вот пошел разгон разгон не такой максимальной как там был сразу но плюс и она бежит к зданию она уже будет возле него заряжена то есть 1 2 она заряжена 1 2 она заряжена то есть в этом разница плюс 40 процентов жизни но все равно я склоняюсь все-таки к исцелению как видите вот посмотрите на его она проседает даже но даже очень круто проседает по жизни конечно должна затащить любом случае я не посмотрел на секунды за сколько мы то прошли это тоже будет интересно потом посмотреть потом разгон конечно быстрее полно вот именно сама концовка мы потеряли очень много времени по сути в идеале разница вы там на архе надо будет еще за тестить кстати будет откроется архи за тестим на максимальном разгоне вы разница не увидите но есть вот эти именно нюансы которые во многих случаях бывают и решают поэтому есть у вас водушкой вас без донатный конставьте водушку есть исцеление ставьте однозначно исцеление что тот то что тот талант будет ищить посмотрите она вот сейчас будет бежать она сразу же заряжена она подошла и сразу стакнула свой баф подошла стакнула баф то есть в этом плане это однозначно плюс а там уже это проблемно там только ее надо заряжать вот видите насколько все раз дарила 117 у нас получилось да давайте еще раз а это копия опять же это рандом на ханаж не бежит по прямой то надо тестировать на таком но разгон там будет быстрее тут в принципе тоже неплохо но блин мы все-таки исцеление думаю вы поняли в чем разница на максималке особенно на восьмерке однозначно лучше исцеление на девятки вроде казалось бы там будет немножко больше добавление 45 процентов на это не 50 было бы 50 это тоже по сути ничего не решила бы потому что а может и решила кто его знает посмотрим посмотрим что у нас будет дальше когда откроют когда-то 10 уже скил этом или талант таланта девять десятки десятые прокачки думаю будет интересней то есть вот так вот тут заметно видно что она быстрей ну что она заряжается но это опять же когда ее атакуют когда куча целей почему там свои плюсы то что жизни плюс тут отхил плюс там то что можно подбежать к цели и все время быть заряженным тут выигрываешь если тебя атакуют очень хорошо а так в принципе вот сейчас она будет бежать тем двум башенкам очень очень долго отсюда поможете недолго потому что они там рядом в таком плане когда ее атакуют на ней разгон хорошо получать нет добежала вот где-то плюс-минус видите одинаково опять же рандом на как они бьют вот так вот я вам показала вы уже сами определяетесь что лучше пока на сегодня исцеление еще проведем тест на архидемоне и там уже будет однозначно видно стартанем стыковки смотря конечно какой архи будет что там с архи только закрылся недавно и тогда уже точно поймем что что же ничего себе можно еще добавить добавить и напасть да уже точно будет видно что что же все-таки лучше пока на сегодня по практике исцеления все пишите коменты подписывайтесь как обычно лайки всем удачи всем пока